МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приезжал в больнице Славянска, куда его с осколочными ранениями доставили украинские военные из посёлка Чернухино в Луганской области. В феврале во время обстрела снаряд угодил в его дом. Он успел выскочить, а его сестра погибла. Документы надо восстановить и возвращаться туда. Всё-таки земля моя. Земля есть. Палатку поставлю и буду жить. От прошлогодних боёв под Славянском больше всего пострадал посёлок Семёновка. Прошёл уже год, но восстановительные работы так и не начались. Депутат городского совета Славянска Вадим Лях рассказывает, что в местном бюджете, который не пополняется из-за отсутствия былой бизнес-активности, денег на восстановление частного сектора нет. Жителям посёлка, а это в основном пожилые люди, помогают стройматериалами местные предприниматели, благотворительные фонды и церковь. Если мы говорим о частном секторе, это наша главная боль, потому что надежда получить финансирование на восстановление многоэтажек у нас ещё существует. Пусть к концу года эти деньги уже как-то появляются в бюджете с помощью различных программ. Я думаю, что мы всё-таки добьёмся, что они зайдут в город и будут восстановлены. А вот с частным сектором совершенно нет понимания, что произойдёт. Рассчитывать на государство финансирование восстановления объектов частной собственности, а тут в Семёновке их большинство, вряд ли стоит, считает юрист Андрей Кристенко. По законодательству Украины государство может компенсировать убытки, но только по решению суда. И подобные иски уже стали поступать в украинские суды. Андрей Кристенко за последние месяцы объездил многие районы Донбасса, которые Киев вернул под свой контроль. Восстановительные работы в лучшем случае идут только на стратегических объектах, важных в первую очередь для армии. Юрист уверен, что Киев ничего не будет делать для масштабного восстановления, пока в Донбассе звучат выстрелы. Все боятся неизвестности. Денег не хватает у государства ни на что в принципе, а пытаться вкладывать это в регион, который в принципе потенциально может быть снова разрушен, государство тоже не решается. В начале этого года депутаты Донецкого областного совета проголосовали за выделение 300 миллионов гривен на восстановление Славянска, но деньги пока не поступили. Нет средств даже на поддержание в рабочем состоянии разрушенных войной водопровода и канализации. 20 тысяч жителей Славянска второй месяц получают воду по графику из-за этой подземной аварии. Деньги на ее ликвидацию ожидаются только в сентябре. Местные депутаты пытаются организовать волонтерские бригады по восстановлению города. Беженцы, живущие в этом приюте, тоже ходят на такие работы. Иногда просто за горячий обед. В конце мая ситуация на востоке Украины вновь обострилась. Из города Счастье, из станицы Луганской, приехала новая волна беженцев, в том числе и в Славянск. Тут уже переполнены все общежития. Киев вынужден постоянно увеличивать расходы государственного бюджета на компенсационные выплаты беженцам, их сейчас, по официальным данным, около 1,2 млн человек, а это минимум 43 млн евро ежемесячно. И это еще одна причина, по которой государство не может приступить к финансированию восстановления разрушенных районов, говорят эксперты. Не рискуют начинать восстанавливать свои дома и жители Славянска. До передовой отсюда 60 километров. Война может вернуться в любой момент, опасаются они. Продолжение следует...